добрый день эдар борисович добрый день за этот год произошло очень много интересных событий вроде только полугодия этот год 20-летие этажей смотря назад сейчас оглядываясь 2020 год какой-то особый или все-таки были года и посложнее точно не было посложнее может быть и были мы еще не знаем как он закончится да может быть не было но точно был самый неопределенный то есть в начале откровенно говоря никто не мог предположить что вот так все произойдет мы строили планы стратегии до надеялись осуществить свои потом в какой-то момент показалось что просто все пропало просто все вот у меня даже у самого честно на неделю прямо апатия была конкретно со мной крайне редко такого бывает что прям до апатии дошло до конечно такого чтобы прям совсем не ходить на работу не было потому что я и так не ходил на работу но так чтобы каждый день все равно работал мы так думал думал что же такое вообще происходит а вот сейчас же тоже ну я реально ко мне казалось что все может развалиться если честно у нас то и сколько у нас то нет вообще в целом как система как бизнес да вот но потом как-то это пик такой две недели прошло где-то на 5 8 день начали перестраиваться кучу всего делать там пошло пошло вот а потом когда уже полегчало нас уже было не остановить вот мне кажется вся страна так же да то есть у нас же как поговорка жизнь да что надо иногда такой какой-то стресс чтобы реально начать работу так перефразируем да первое полугодие 2019 года ведь тоже сложно очень плохое было то есть я же вспоминаю очень плохое тоже так вот забегая чуть вперед сейчас финночет посмотрел за первое полугодие мы уже ну свели его до 3,2 раза чистая прибыль увеличилась сравнению с 2019 то есть в принципе пандемия вроде как даже сделал рынок лучше нет она сделала его наверное знаете каким другим то есть все таки я за стабильность я против вот этих всяких перепадов понятно было очень сложно многим видам бизнеса я знаю которые ну реально знаете это ладно вот допустим у меня такой характер я на самом деле люблю когда сложно да ну даже при всей моей любви к сложности вот это был перебор как это же адаптировались то есть все таки в чем секрет компании ведь многие риэлторы изначально и в самом начале пандемии и в карантинные меры много было новостей о том что и доходы упали все плохо и бизнес остановили 8 дней я считал мы в таком темпе где-то 2 миллиона в месяц съедали примерно ой в день рабочий день 2 миллиона съедали чистых убытков потому что просто нельзя было в офис ходить вообще ни в одной из территорий да просто причем то еще не помнят первые там дни вообще не было даже объявлено дистанционной работе просто сказали нерабочие дни то есть это потом там знаете через пять дней по моему там вышла такая интерпретация что нет они не рабочие они рабочие но не рабочие но дистанционно это уже все забыли на самом деле то есть а первые пять дней они просто были нерабочими там каникулы вот поэтому это же представьте что такое естественно потом мы все перестроили у нас потом коллектив вышел на меня с предложением что мы все понимаем давайте мы теперь вот 1 мая да у нас будет последним выходным днем и больше ни одного дня кроме субботы воскресенья двадцатом году у нас не будет нерабочим и мы договорились что мы мы работали 4 5 11 ну и все дни остальные тоже кроме субботы воскресенья работали вот это пожелание коллектива было мы взамен ни на рубль никому зарплату не сократили мне вот интересно первый нерабочий день первый выходной эльдар борисович который всегда в процессе все как охарактеризовать одним словом вот сходу прямо одно слово ну я считаю такой легкий легкий нока нокдаун легкий не ну первый это первый день а пятый день уже нокаут как справляться в таких случаях ведь на самом деле ведь и многих на самом и бизнесменов и наверное работников сейчас выходом нокдаун ты не прошел судя по потому что вокруг творится то смотрите нам спасла наш на сможет сказать предпринимательская культура нашего бизнеса да все-таки у нас риэлтором каждый предприниматель и он за счет того что когда система состоит из совокупности таких систем которые сами по себе очень вариативны тут низкий плохом всем риэлторам кто сотрудничает этажами да потому что на мой взгляд именно за счет этого мы смогли быстро перестроиться да у нас начали дома там звонить там в дистанционные задатки там договора дистанционные у нас айти хорошо отработает великолепно вообще маркетологи знаете тоже им спасибо там ипотечники все это консультирует такую в общем я даже я не знал что оказывается для нашей действия не нужен офис вот мне кто-то сказал я помню в одном из интервью эльдар борисович говорил по поводу того что дистанционная работа там что-то снижает очень сильно сейчас поменялось отношение насколько дистанция реален в риэлторской я сейчас поменял точку зрения я сейчас считаю дистанции где-то снижает производить на всего процентов на 10-15 но при этом он же сокращает издержки то есть не нужно офисов почему нас вот допустим чистая прибыль где-то увеличилась нам же очень много скидку дали на аренду еще там какие-то затрат меньше стало но если откровенно там агрегаторы бесплатно два месяца рекламу подавали то есть в целом стоимость рекламы уменьшилась у нас отвесомая часть бизнеса страховые износы государства уменьшилась тоже нам существенно очень сказалось то есть поэтому где-то и такой рост результата да а по выручке мы лучше прошли чем прошлый год но это ведь не просто так это ведь какие-то системные изменения внутри штуки во первых у нас мы найти давно скажем так нажимали слово употребим да но все над нами чуть-чуть недооценивали важность этого и сейчас мне кажется знаете это оголилась насколько это важно и поэтому мы где-то вот чуть-чуть рывок сделали у нас были свои проблемы на самом деле мы в апреле мая сейчас косвенно легкую текучесть получили больше обычного я это это стоит признать официально да вот но в целом сейчас все уже стабилизировалась вот так же мы все-таки сейчас мы пока это видим я считаю мы немного в издержках поджимались я думаю что это все равно чуть-чуть в развитии в 2020-2021 году нас может остановить это было где-то месяц потом я все вернул мы потом вот уже где-то начиная с 13 мая мы уже полностью шли ну вот так как будто дальше но месяц мы чуть-чуть скажем так знаете затаились застыли можно сказать да и смотрели что будет сильно я там не рубил косты потому что понятно где-то конечное решение общей стратегии она за мной да по системе но точно я ее на месте скажем так паузу ставил плане долгосрочного развития это я могу признать конечно это я считаю ошибка но я реально не знал что происходит ну ладно думаю об этом хватит то есть дата у нас как рождается эта идея вот и идея продолжение что делать дальше утром вечером проснулись как вот все вот она ситуация ведь на самом деле патовая была и нужно было какое-то решение принимать как родилось решение как двигаться дальше откуда резервы что изменилось я согласен с оценками что ничего подобного не было вот я как всегда рассуждаю квартиры всегда будут покупать будут продавать это базовое это еда и жилище 2 базовых потребностей здесь не стоит сомневаться насчет долгосрочности бизнеса да он может там риэлтор может быть может не быть компания может но рынок будет а это знаете уже полегче когда ты понимаешь что рынок будет как туда уже строится эта задача по крайней мере решаемой теоретически да ведь может быть так что на макро уровне задача нерешаемой тебе нужно настолько за рамки выходить чтобы ее решить да здесь она решаема в данной системе уравнений грубо говоря вот поэтому меня где-то была стратегическая уверенность что все равно даже если будет сложной ситуации то ненадолго потому что опять же если логично рассуждать есть же предел как можно поприжать экономику ради скажем так каких-то других благ да я тоже считаю здесь есть какой-то предел и после какого-то уровня опасен даже не сам коронавирус а его экономические последствия даже с точки зрения жизни вот потому что реально больше людей там умерло знаете на всяких непонятных процессах поэтому я это тоже где-то понимал я понимал что есть какой-то там баланс и за него никто дальше заходить не будет мы туда же это обсуждали понимали там ну для себя думали ну максимальный срок это может не полтора месяца максимально когда вот как там можно экономику больше нельзя все там не она будет отпускать там выбора не будет вот ну и плюс как и вы предполагали что когда медицина будет готова все это будет по-другому там тоже там же в общем мне кажется все так более-менее как мы планировали спланировали она и в итоге пошло то по этому сценарию вот поэтому где-то оказались к нему готовы и поэтому уже где-то начиная с числа 10 апреля действовали у нас же всегда знаете есть три сценария мы потом определяем там вероятности всегда начинаем с такого оптимистичного сценария ла благо у нас я не буду отрицать есть резервы компании это хорошо все-таки мы когда знаете нам тут полегче я тут считаю что это не наша никакая не заслуга это просто заслуга того что мы давно работаем понятное дело бизнес который 35 лет работает у него там нет условно определенных сумм заначки да ему сложнее мне кажется вот этот бизнес он именно подкосил это очень опасно именно молодых и потенциальных то есть а наоборот он чуть-чуть это мне кажется плохо он откинет назад развитие бизнеса потому что сейчас опять у руля будут мастодонты все а новый который только чуть-чуть что-то их сейчас года на 3 всех откинула пандемии пандемии агрегаторы различного рода банковские сервисы в конце концов развитие онлайн-сервисов в рамках всех этих ограничительных мер на сколько они наступают на пятки риэлторскому бизнесу я считаю фантастически наступает то есть более того надо уже говорить о том что это не фантастически наступает а это уже реальность которая существует вот и на мой взгляд и циан и дом клик да это и яндекс недвижимость в меньшей степени это те системы которые в какой-то промежуток времени попытается занять риэлторскую нишу но ведь по факту яндекс авито и дом клик наполняют риэлторы процентов 90 знаете это временная стратегия это переходный период это надо понимать вот при этом не факт что что-то получится потому что я считаю нашего бизнеса тоже есть фундаментально сильной стороны без которых как там те системы считайте что это возможно построить я читаю что нет я считаю что будет какой-то установлен такой статус-кво он уже есть де-факта да когда одни занимается одними какими-то секторами что хорошо получается другие риэлторский бизнес занимаются все-таки риэлторским бизнесом все-таки попытки входа в риэлторский бизнес я считаю последние 5 лет оказались удачными потому что прибыльность риэлторского бизнеса растет, выручка растет, причем сильно. Спрос, качество услуг растет, удовлетворенность растет. То есть он феноменален. Просто, я считаю, где-то те системы развили свои ниши, а в сфере недвижимости они есть. Для примера, в Сингапуре вообще не напрягаясь, берут 7% налог. Эмираты 4%. То есть она изначально такая оборотистая. И, я считаю, там, по сути, Домклик, где-то другие системы. Просто, ну, как, выступили, как, скажем, акциз на рынке недвижимости. Вместо государства налог от себе забирает через сервисы. Выход на Европу. Это уход от российского рынка конкуренции с Авито и с Домкликом или развитие? Я считаю, что это, безусловно, я расскажу, что мною двигало. Во-первых, я считаю, что бизнес, он в современных реалиях априори должен быть международным. То есть если ты работаешь в рамках одной страны, ты не почувствуешь, что такое настоящий бизнес. То есть как со своими законами, сложностями, закономерностями, у него не такой сильный иммунитет будет. Вот. И поэтому мы сейчас на стратегическом уровне приняли решение. Мы хотим быть настоящей международной компанией. Оперировать во многих городах и странах и материках. И мы на это способны. Мы являемся точно совершенно самой быстро растущей компанией в мире последние 5 лет риэлторской. У нас близко нет конкурентов. То есть той скоростью, с которой мы двигаемся, мы считаем, что мы еще дальше себя таяем. Вот. У нас, конечно, есть там свои сложности. В рамках этого интервью, я думаю, долго рассказывать. В чем секрет успеха? Откуда вот эти дрожжи для такого роста? Дрожжи? Слушайте, я банально отвечу. Я считаю, успеха всегда… У любого успеха несколько корней, как у хорошего, большого. Иногда и бывает много. Но, как правило, это люди всегда. Всегда люди, слушайте. Я даже не первое лицо в данной ситуации – это я. Это именно команда. Потому что я всегда говорю, первое лицо – это такой, какой-то, знаете, собирательный образ командной системы сильных людей. Причем это не управляющая команда со мной. Знаете, у нас риэлторы, менеджеры, административные сотрудники. Знаете, даже просто все люди удивительно талантливые. Это вот наша сила, что мы подбираем таких, стараемся. У нас, знаете, у нас есть корпоративная культура. Вот у меня HR, один из HR-руководителей, когда устраивался на работу, в первый день я с ней общался, она мне говорит… Я сейчас не буду ее называть, она, конечно, узнала себя. Она говорит, ну что, говорит, я не понимаю, что вы говорите о какой-то корпоративной культуре? Пришел человек, работает, работает. Я говорю, ну давай, ты поработай год. Я потом посмотрю, что такое корпоративная. Знаете, это же такие мелочи, как улыбаются люди друг к другу. То есть, как они коммуницируют, открыты ли они, готовы ли неоткрыто говорить. Или они дома одни, на работе другие. Я всегда считаю, люди должны быть везде одинаковые. Ты дома, ты как на кухне. Ты рассказываешь, беседуешь, не знаю, ты свой, ты как семья. В то же время ты эффективен, ты продуктивен. Все прозрачно, никакой коррупции. Знаете, серьезно, для меня это просто головная боль. Я считаю, коррупция зло номер один. Просто зло, потому что словами не передать. В общем, первый успех – люди. Второй все-таки успех – это стремление к новому, инновационность. То есть, мало иметь хороших людей, надо иметь постоянную динамику развития. Это очень важно. И третье, конечно, это знание. Слушайте, без знания никуда. Чем больше совокупно, интегрально система аккумулирует какие-то знания с разных сфер, через какие-то инструменты привлечения этих знаний, взаимообмена, обогащения, тем она в конечном итоге становится более вариативной. И она способна по-другому воспринимать этот риск и брать его на себя. Возникает такая сложная система. Остальные все процессы – это уже результат. Это клиентоориентированность, до качества сервиса. Это все уже производные. Это уже производные процессы. В основе всегда лежат люди, технологии, процессы, системы управления. Вопрос об образовании. Из последнего. В какое направление сейчас Эльдар Борисович образовывается? Ну, сейчас, допустим, вчера читал, слушал лекцию Google Talk, просто так, если интересно, «Психология воли». Почему мы, допустим, все все понимают, но лишний раз, когда надо поработать, кто-то на диване лежит. Допустим, кто борется с лишним весом, лишний раз шоколадку скушает. Допустим, почему курильщик курить не может бросить. Или почему-то алкоголик в пятницу предпочитет в бар пойти за пиццу, чем с детьми посидеть. Проблема воли. И как это развить? Это прямо объясняет. Это два полушария. Как все это? Это прямо интересно. На нейроуровне объясняется. Прям круто. Я прямо вот сюда. Всем рекомендую. За пандемию все грешат, что потолстели. Эльдар Борисович набрал весь, пока дома сидели? Нет, я килограмм сбросил. Я же бегал. Слушайте, если так про меня говорить, у меня же это чуть-чуть есть, это не то со мной. То есть я всегда, не знаю, сторонник результата. У меня прям абсолютно это доведено, да. Если я, все знают, я школу заканчивал, весил 74. Сейчас я тоже вес 74. Пандемию вообще, в принципе, ритм жизни поменяла? Да. Вот сейчас какие-то привычки, может, изменились? Слушайте, да. Семьей стали больше время проводить. Без вариантов. Даже после потока командировок, в любом случае, ты уже стал духовно более близок с детьми. И это важно. Потому что, если, знаете, не было пандемии, я, может быть, никогда их так глубоко и не узнал бы. Честно. А сейчас я проник, я понял, как это важно им быть со мной, да. Они прям, они тоже поменялись. Потому что, знаете, какая проблема, ну, более-менее таких больших руководителей, да, они на самом деле свою энергию не передают детям. С детьми там мама в основном бывает, у некоторых няни, да, у некоторых много нянь. Вот. И сама по себе вот эта базовая энергия, она не передается. То есть она же впитывается вот через личное общение. Дети изнутри посмотрели, я так понимаю, раз дома был офис, как реагировали на работу? Слушайте, у меня дочка 30% встреч со мной проводила, старшая. Ей 15-й год. Она у меня, кстати, очень хорошо учится, это, ну, на одни пятерки, вот, в физико-математической школе. Вот. И это, и ей так интересно было. Она, как все это закончилось, говорит, папа, я хочу на лето работать, это, стажером. И это ее инициатива была. Вот. И вот видите, к чему это привело, да. То есть, и все, и она вышла, все у нас вот провела, все, мы ее там в отдел аналитики, она там уже анализирует европейские рынки перед выходом. Все, 15-й год человеку. Вот. Это вот тоже результат, понимаете. Может, это знак такой был, что в будущем это все с лихвой окупится вся эта пандемия, ну, для нашей семьи, что дочь вот проникла, все интересно стало, да. А так бы, может, сидела в своих там журналах, вот. То есть ребенку бы своему посоветовали идти в риелторский бизнес? Ну, я, знаете, это же такой традиционный вопрос. Хотели бы вы, чтобы там ваши. Слушайте, я всегда детям желаю только одного, чтобы они были счастливы. Все, больше меня ничего от них не надо. Но если они еще продолжат мое дело, буду счастлив и я. С европейским рынком что показывает анализ? Насколько та бизнес-стратегия, которая сейчас есть у Тажи, насколько она применима в Европе? Или все-таки там какая-то адаптация потребуется? Иван, честно скажу, не знаю. Вот. Я всегда прямой человек. Потому что пока не попробовал, не узнаешь. То есть мы сейчас в Прагу зашли. Ну, все уже там процесс, можно сказать, зашли, да. Посмотрим. Сейчас пройдет полгода, я скажу. Потому что тут как гадание на кофейной гуще. Ну, нам сидит. Слушайте, мы тут уже во всех городах работаем. Мы уже в Москве в тройке, в Питере там, в пятерке, по моим оценкам. Все это за небольшие периоды времени. Вот. Больше, чем половина городов России вообще лидирует. Нас, конечно, критикуют многие. Ну, по факту, когда смотришь цифры, надо признать, что мы молодцы. Какой город Европы самый последний будете брать? Самый последний? Слушайте, нам бы хотя бы один взять сначала какой-нибудь. Серьезно, я к этому немножко с юмором. Я вообще ко всему с юмором отношусь в жизни. Потому что я считаю, что жизнь серьезно нельзя воспринимать. Она сильно сложная, чтобы ее серьезно воспринимать. Вот. И сейчас посмотрим. Будем этапно двигаться. Получится в Праге? Хорошо. Дальше пойдем. Не получится? Ну, все. На год успокоимся. Потом еще будем пробовать. То есть это не первый заход уже? Ну, это первый такой настоящий. Это первый заход? Да, настоящий первый заход. Но мы в Москву три раза заходили. Ничего страшного. В первый раз потеряли 30 миллионов. Второй чуть поменьше. И в третий супер успех. Стратегия сейчас какая? То есть Европа. Дальше что? Слушайте, будем смотреть. Мы в Европу зашли своим филиалом. Дальше мы франчайзинг развиваем. У нас уже есть заявки с Пакистана, с Индии, с Канады, с США. Но это заявки такие пока. Мы там, знаете, кучу уже денег заинвестировать. Нас, конечно, пандемия тут не помогла. Мы потому что уже должны были в крупной выставке. Париж уже билет был куплен. Я должен был уже в мае в Америке быть на крупнейшей выставке франчайзинга. Сам на стенде хотел работать. Но тут эта пандемия. Нормально. Значит, время еще подготовиться. Мы за это время классно все подготовили. Материалы сняли на английском. Какие сюжеты прикольные. Мы сейчас скоро все это начнем выпускать. Я сам раз по-английски свободно общаюсь. Мне все это интересно. И я, знаете, английский-то учил для того, чтобы этот момент настал. И я не чувствовал себя чужим. То есть мне это само интересно. Я вот каждый день по 3 часа слушаю аудиокниги. От 2 до 3 часов на английском. И уже где-то месяца 4 продолжается. И уровень прям поднял резко. Прям все. Иностранцев что привлекает во франшизе этажей? Пока ничего. Какой там изюм, какой зарыт. Слушайте, я считаю, мы эффективны. Слушайте, если мы в такой сложном... Нет, я имею в виду, вот сидит человек в Пакистане. И вдруг такой, так, я, короче, хочу франшизу этажей. А потому что мы технологии объясняем. Мы показываем, что мы даем и что это дает. У нас же сильные чарт-процессы. Финансовый анализ, клиентский сервис. Да, у нас очень сильный IT. IT же это такой бесконечно потребляемый ресурс. Мы его раз прописали. Его, в принципе, много могут пользоваться людей. То есть у нас сайт сейчас посещает 3 миллиона человек в месяц. Вот уникальный, да, только в России. И поэтому это все может масштабироваться. Это теория сетей, как я считаю. То есть надо просто решиться на это. Я книги про это своей описал много, кстати. То есть сейчас я вот считаю, что мы способны выйти на следующий уровень. Уже международный. Но самая экзотичная страна сейчас Вьетнам, правильно? Да, ну там нам чуть не нравится, как все идет, если честно. Там франчайзи-партнерство, я считаю, слабо. Возможно, мы с ним будем расстрагаться. Вот, но это нас не остановит. Мы все равно какой-то опыт с ним прошли, знаете. Прожили, посмотрели. Кучу денег зарасходовали. Зато нас стимулировал он дальше на движение. Еще решение не принято, но там на грани фолота ситуация. Из самых успешных стран какая? Слушайте, у нас соседний Казахстан мы там лидируем. Вот. В Беларуси тоже лидируем. Все хорошо. Вот сейчас у нас в Украине несколько партнеров. И несколько на переговорах уже. Вот. Сейчас начинаем на дальние зарубежья выходим уже. Знаете, такой постепенный процесс развития, он очень сложный. Он требует одновременно нескольких факторов, да, и такой смелости, ресурсов. Потому что вот я прекрасно понимаю, сейчас это несколько миллионов долларов уйдет, чтобы просто попытаться там закрепиться, да. То есть с той или иной степенью вероятности. Сколько раз за период вот этот, пока собираетесь, а ну его нафиг, это Европа? Нет, нет, нет. Такого у нас не бывает. Если мы что-то решили, мы можем варьироваться в методах достижения результата, но результат мы достигли. Это наша такая сущность. Прага, я так понимаю, не первый город, который планировался. Изначально ведь не Прагу планировался. Да, в Париж смотрели, но что-то там рынок поизучали глубоко, а не Прага лучше. Надо постепенно двигаться. Знаете, я сам в Новом Уренгое прожил 15 лет. У нас очень много знакомых, которые уехали на Черноморское побережье, умерли уже сразу же, быстро. Надо все постепенно делать. А те, кто переехал в Тюмень, как мои родители, да, они до сих пор живут все нормально, все хорошо. Вот поэтому также надо сначала в похожий это, в рынок перейти, да, и потом только туда. Меня тут удивили, когда вдруг задали вопрос по поводу того Ульдара Борисовича, вышла вторая книга. Да. Это сплетни, слухи или где-то подпольно уже продают? Слушайте, я написал, расскажу первую книгу, она мне много энергии заняла, очень много. Я рассказывал. Я даже, если честно, считаю, что у нас первое полугодие 19-го было плохим, потому что я чуть больше нормы. Я рабочего времени книги не уделил, но, слушайте, эмоционально много отдал. Вот поэтому я такой больше ошибки, считаю, повторять не имею права. Следующую книгу напишу. Вот когда у нас стабильно, я себе так дал зарок, чистая прибыль будет больше миллиарда в год, стабильно, тогда я напишу вторую книгу. Все, до этого даже пытаться не буду. Идея уже есть? Да, я наброски делаю. Я наброски делаю, у меня все есть, но садиться не буду писать. Я, если кому интересно, каждый день пишу где-то примерно очень грубо 20-25 тысяч знаков директорам и франчайзи-партнерам каждое воскресенье в 8 утра. Что там такое пишут? Там очень интересно про управление, про систему, там различные факты делаю, там рекомендации. Каждое воскресенье я стою в 6 утра, чтобы 2,5 часа написать. Да, это правда. И уже вот так вот 55 недель подряд. Эффект ощущается? Да, есть, есть, есть. Хорошая. Я думаю, все читают. Там же счетчик стоит, у нас же все считается. Я же смотрю, кто читает, кто не читает. Кто сколько читает, а кто просто одну страничку смотрит и закрывает. Вернемся к рынку. Вечный вопрос у людей. Когда выгодно продавать и покупать недвижимость? За 20 лет вот был какой-то момент, когда реально выгодно или когда реально невыгодно было покупать? Слушайте, вот сейчас, похоже, реально выгодно. Вот я еще, знаете, когда в пандемии я всем говорил, не покупайте квартиры подешеве первые 2 недели. Потом государство столько денег. Подойдет слово даже какое-то не совсем литературное, типа, бухнуло на этот рынок. Это с ума сойти вообще, это ставку так снизили. Новостройка, спецпрограмма пошла, мат капиталы. Еще всем детям по 10 тысяч дали. Еще у банков подкрутили немного механизм, что первоначалку они снизили. Это же вообще фантастика. Реально помогло? Кому помогло? Всем. Всему рынку, кто нацелен на покупателя. Слушайте, дикие вообще, что происходит в мае, в июне. Я никогда не думал, что такое может быть. То есть, какое-то вообще, у нас так, если интересно… Квас в Сочи хуже продается. Наверное, да. Но я считаю, что это временная ситуация. То есть, мы на это не рассчитываем бизнес-модель. Понятно, что мы сейчас там такие запредельные рекорды показали. Да, просто какие-то. Если интересно, смотрел июнь, прошлом июне плюс 50%. Представляете? Плюс 50%. Но ведь сейчас, я так понимаю, рынок насытится и вполне вероятно нормальная такая стагнация. Да, конечно. Он не будет в таком состоянии вечно. Он сейчас в нормальное состояние придет, цены чуть повысятся. Спрос все равно эластичный существует. Могут, конечно, дальше начать ставку снижать. Тогда цены могут улететь вообще. Слушайте, Европа, Америка – это же территория больших цен. Мы просто это недопонимаем, но у нас реально до сих пор дешевле 1000 долларов в квадратный метр. А в некоторых территориях дешевле 600 долларов в квадратный метр – это нонсенс. Америка, для понимания просто Мюнхен – 12-14 тысяч евро квадратно. Условно, какой-то город такой – это 3000 евро, 2. Кто-то скажет, там и зарплаты другие. Наверное, да. Но и сейчас тоже средние зарплаты того, кто покупает, они тоже не 20 тысяч рублей, скажем так. Поэтому в целом сейчас недвижимость условно в сопоставимых каких-то факторах, мне кажется, как никогда дешевая. А если взвесить на то, что все-таки ипотека стала и 6%, и повторички можно за 7,5 взять, за 7,9 ставку. То есть именно ежемесячный платеж вообще как никогда дешевый. Но это временная ситуация. Я боюсь, что цены могут взлететь серьезно. Я сейчас к интервью готовился, посмотрел. База росла-росла до где-то числа 2-1 июля. Тренд был повышательный. Количество объектов в базе в среднем там. Сейчас смотрю, многие города, уже половина городов неделю стала проседать в базе. Вымытие пошло уже все. Это опасные тренды. Мы за них всегда переживаем. В каких городах этот тренд наиболее опасен? Слушайте, там половина. Оно, если интересно, рынок недвижимости вообще как под копирку похож. Там все одинаково. Кроме Москвы и Питера, наверное. И то там тенденции похожи. Сейчас, конечно, пандемия чуть-чуть эти волны рассинхронизирует. Потому что где-то мы прекрасно понимаем. Реально в Москве рынок стоял в мае. Жестко вообще. Сейчас, получается, Москва и Питер догоняют регионы. Обычно в Москве и Питере переди регионы. Да, там сейчас тяжело. Мы по своим офисам видим. Они у нас так, май-то это, расстраивались. Мы уже тут все оживали. Нам уже вообще с мая решили официально работать в некоторых регионах. А в Москве и Питере там они же только вышли в середине июня на работу. И в мае там грустно было все. Москва и Питер сложнее всех пережили пандемию. А кто на волне прожил? На волне? Где не было проблем совершенно? Совершенно не было проблем. Это Сибирь. И западный, и восточный, и Дальний Восток. То есть все, что за Уралом, вообще шикарно прошло. Вообще ноль проблем. Серьезно. Власти где-то, знаете, так это... Может быть, народ просто покрепче. Цифры реально же были хорошие. Но, правда, потом некоторые города, я смотрю, разгоняются. Так, я же мониторил всю эту ситуацию. Слушайте, разгоняются, к сожалению. Я имею в виду по количеству заболевших, да. И, допустим, если бы в какой-то момент не открыли, мне кажется, мы бы еще тоже долго сидели. Прогноз по рынку. Все больше людей пугает, что квартир не хватит на всех. Что скроу-счета задушат застройщиков. Соответственно, рынок по предложению слишком упадет. И, соответственно, возникнет дикий дефицит квартиры. Насколько реально? Я думаю, что нереально. Знаете, почему это все ценой отрегулируется? Во-первых, в базовом предпосылке вот эти все слова, я считаю, они в чем-то соответствуют действительности, да. Но кто там с экономикой, ну, сильно глубоко вовлечен, знает, что там цена все отрегулирует. Если вдруг квартир станет меньше сильно, цены вырастут. И они все равно всегда будут. Это свободный рынок. Там всегда будет предложение. Второй вопрос, по какой цене оно будет, да. Все-таки я считаю, цель государства, знаете, вчера вот выступал в народном фронте, там, позвали было, ну, федеральное собрание. И я сказал, что, ребята, давайте у нас в проект несем всего один критерий. Там есть все, кроме цены за квадратный метр. Сколько мы будем строить, там, какого оно качества. А если оно будет под 80 тысяч за квадрат? Вот в Тюмени сейчас есть квартиры 100 тысяч за квадрат. Ну, зачем? Ведь конечная цель – это низкая цена. Регулирование всех процессов, чтобы было предложение много, да. И с этой точки зрения, получается, последние два года мы идем не в том направлении. Вот и все. Ну, это мое личное мнение. Ну, фактически доступное жилье самое главное у них. Даже доступное, первое слово – это же не то, что его много, мне кажется, а большинство вкладов и смыслов, что его можно купить по разумной цене. А у нас доступное жилье – это значит, что оно есть. Ну… А по какой цене – это уже второй вопрос. Это пережиток советского периода. Дефицит есть, дефицита нет. Нет. В советском периоде, извините, у меня цен не было. Ну, тоже верно. Возможно, поэтому это пережиток. Ну, это так, к слову. В целом, как сейчас чувствуют себя этажи после пандемии вообще в принципе? И что в ближайшее время ожидать? Каких-то новых свершений революции на рынке недвижимости, каких-то новых… Слушайте, мы много чего нового внедряем. Сейчас вот ипотеку онлайн-сервис. Мы очень много в онлайн-сервисы переводим. Сейчас полностью освоили электронную регистрацию. Полностью, знаете, дистанционные задатки, дистанционные договора. Сейчас там на сайте еще много сервисов планируем делать. Вот-вот уже запускаем. Внутри систему трансформировали. Слушайте, знаете, сильны как никогда. Верит Ильдар Борисович про онлайн или нет? В третьем лице опять про онлайн. Да, верю очень сильно. Я помню, что просто был период, когда да, нет, да, нет. Насколько сейчас… Я так понимаю, что пандемия закончилась. Онлайн немножко отошел в сторонку. Но он что, подождет немножко и вернется? Онлайн? Или все-таки… Нет, нет, нет. Онлайн, я говорю, что онлайн – это сила, и он там есть. Все, кто недооценивает такие факторы, как агрегаторы, системы – это все не так. Это очень серьезные вещи, которые уже делают серьезный бизнес. Я считаю, агентством недвижимости нужна трансформация с дикой скоростью, если они хотят через 3 года существовать. Наша доля в апреле-майе рекордно выросла. Рекордно выросла. Я сейчас сводки смотрел. В июне, по-моему, еще больше выросла. Это результат того, что именно наша ориентация на IT, на онлайн, она сейчас хорошо отражается рынком, скажем так. Рынок дает ответ положительно на эти процессы. Поэтому и в центре всегда будет клиент, а он же меняется. Посмотрите на всех на нас. Мы же все в онлайне уже сами делаем. Насколько вообще рынок релторский готов трансформироваться? Ведь, по сути, трансформация на онлайн подразумевает достаточно большие инвестиции. Я считаю, что 90% рынка не готовы трансформироваться, к сожалению. Что с ним будет? Я уже высказывал точку зрения. Либо они присоединятся к каким-то системам, которые будут образованы, либо уйдут с рынка за отсутствие рентабельности. Тяжело будет и многим системам. Я всегда говорю, только какой-то человек, который не полностью понимает, что происходит, может гарантировать какую-либо систему в будущем выживания. Не важно, даже такие системы крупные, не важно, мы или еще кто-то. Гарантий ни у кого нет. Надо работать каждый день, чтобы добиться вероятности быть на плаву. Очень эффективно. И мир так поменялся, что в горизонте 3-5 лет скорость будет изменена такая большая, что сейчас предугадать, кто к ним будет готов, почти невозможно. И поэтому это вынуждает нас, допустим, одновременно в 3-5 направлений инвестироваться. И смотреть, кто из них взлетит. Допустим, видим, что явно там, ну все, точно, этот вектор ушел, все, мы его бац, убираем. Вместо него новые начинаем проращивать систему. Это очень сложный такой бизнес-процесс стратегический. Конечно, он много энергии забирает, понимание все это. Нужна вся синхронизация внутри бизнеса, чтобы по городам, по всем все это делать. Это не так легко, как кажется, если честно. Время совсем ускорилось? Да, без вариантов. Лично для вас? Для меня? Да, да, да. Все, оно уже стало, знаете, как единый такой поток. Его уже просто все, оно уже поток, потоковое время стало. То есть ты его уже просто, ты в нем живешь и ты не понимаешь, что оно идет. Планы на 20-летие какие? То есть это все-таки какой-то рубеж для компании? Ну 20-летие, во-первых, мы его отменили. Когда я увидел, что происходит, я принял решение отменить абсолютно все мероприятия в этом году в компании. Я считаю, что это опасно. Серьезное, это мой личное мнение. Поэтому я это отменил. У нас нет никаких мероприятий и ничего мы отмечать не будем. Вместо этого мы отметим 21 год. Я надеюсь, что к октябрю 21 года все уже будет хорошо и мы как следует его отметим. Настоящее совершеннолетие в Европе 21 год как раз. Это же всего лишь дата. Главное же не, как говорится, состояние души, а не то, сколько тебе лет. Поэтому я уверен, все мы хорошо работаем. А эти деньги, что мы хотели потратить, мы лучше проинвестируем в развитие онлайн-сервисов. Я считаю, что это правильно. Ильдар Борисович, спасибо за интересные ответы и будем ждать следующего полугодия. Спасибо большое. Всем удачи.